Там, где недавно гуляли дети, сейчас стоит синий забор, за которым неизвестность. Жители волнуются, что здесь будет, кафе или, может быть, очередной виноводочный магазин? А главное, почему вообще во дворе их дома, на территории детской площадки, возникает какое-то строительство? У нас возникают вопросы и сомнения, вообще законно ли это все, на каких основаниях. Мы когда требовали документы, какие-то предоставить на строительство, на разрешение, нас все отсылали к завтрашнему дню, приезжайте завтра, приходите завтра, мы вам все покажем. На тот момент, когда мы заявляли, нам ничего не было показано. Эта территория, по словам жителей, единственное место в поселке, где можно гулять с детьми. Здесь не носятся машины, растут деревья, есть где посидеть родителям. Но оказывается, эта детская площадка, несмотря на наличие горки, карусели и песочницы, уже три года как утратила свой статус и превратилась в жилую зону. Дело в том, что это жилая зона, где, когда идет генеральный план, есть Ж3, Ж5, вот жилая застройка. Здесь Ж1. В этой жилой застройке в Ж1 допустимо размещать объекты соцкульпт-быта, магазины и все, что необходимо для жизнеобеспечения данного поселения. По словам главы администрации, благодаря новому магазину, жителям больше не придется ездить за промтоварами в Балахну и Соромово. А кроме того, появится четыре рабочих места. Только непонятно, как они помогут разрешить проблему безработицы в поселке с населением 2500. А еще владелец будущего магазина письменно пообещала заняться благоустройством старой детской площадки. И, соответственно, хотим облагородить детскую площадку, потому что они сами видели, но внешний вид у нее не очень соответствует. Все документы есть, разрешение есть, просто жители переживают, что здесь будет магазин, где будет продаваться вино, либо закусоченный, никак от этого не будет. Жители говорят, досуг школьников в поселке вообще организован плохо. Ближайший ФОК в Правдинске, но до туда еще надо как-то добраться. Поэтому желания детей и взрослых сходятся. Лучше вместо магазина небольшой спортивный комплекс. Коток, 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 и футбольное поле, спортивные площадки, турники и брусья. Сейчас у жителей два пути. Поверить всем имеющимся документам и ждать благоустройства детской площадки или самостоятельно через прокуратуру устанавливать статус этой дворовой территории и добиваться отмены строительства. Ольга Рябинина, Максим Веселов, Объективно, ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин